На сегодняшний день в старой детской поликлинике работает шесть педиатрических участков. Все узкие специалисты переведены в новый район. Ходить на прием к педиатру жителям старой части города приходится через стройку. Работы по восстановлению монастыря идут все активнее, поэтому и вопрос со строительства нового здания поликлиники все актуальнее. Сейчас заканчивается экспертиза проекта. Часть строительная экспертизу прошла, мы получили положительное заключение. По сметам проектировщикам были даны замечания. Порядка 900 миллионов рублей потратят на строительство здания и на приобретение оборудования. Подрядчик будет определен по результатам электронного аукциона. Строительной компании предстоит освоить территорию северней седьмой школы и восточней дома 46 по улице Силкина. Согласно нормативам, для возведения здания необходим участок земли площадью не менее 5000 квадратных метров. По правилам, где-то в течение полутора месяцев происходит выбор подрядчика. То есть это начало сентября у нас будет выбран подрядчик. Как только он будет выбран, мы уже потребуем, чтобы он начал работу. Помимо самого здания на этом участке появится небольшая парковка и детская площадка. Прилегающую территорию оснастят ливневой канализацией и тротуарами. Еще один важный объект – подъездная дорога. Она начнется от перекрестка улиц Силкина и Чапаева, пройдет севернее жилого дома и станет продолжением улицы Чапаева. Строительство подъездной дороги вошло в программу реализации туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». На сегодняшний день подготовлены технические задания на разработку проектно-сметной документации. Сроки начала строительства дороги пока неизвестны. Для продолжения улицы Чапаева снесут 92 гаража в пятом кооперативе. Как нам сообщили в администрации города, форма компенсации собственникам предусмотрена законодательством. Новое здание детской поликлиники должно появиться на улице Силкина к концу 2021 года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.